Поймите. Один из таких птичков. Взлетели. Так, это не только птичка, но и с детства. Компания ловит, веществе, Птички, а также в зеркало. Птички, а также в резервах. Птички, опилки постелены повесил две лампы для обогрева 250 и 150 хватает с головой и в случае чего они уже едят и насыпал и в случае чего есть у меня вот такой обогреватель если вдруг тут потому что сейчас морозы до минус 15 и сейчас всех других переводить тяжелые друзья также сейчас переведем поросят взвесим одного поросенка и я покажу как я стартую когда забираю поросят от свиноматки что я делаю как стартую с чего начинаю кормить ну и в основном я поносом нету поросят как это все происходит тоже покажу поэтому смотрите кому на вот кастрирован Субтитры сделал DimaTorzok Сразу как едят хорошо Я их пока делал отъем И приучал чуть-чуть до корма Они при старте ели хорошо И так же с ней вместе ели хорошо Я ее колотил со стартовым кормом И сейчас будем делать им корм Как я всегда делаю Ну что вот Это кряк у нас С яичками Это получается Есть меньше него И один есть больше него То есть я взял среднего Узнаем какой вес Так, ну вот Нули А ну Ноли Давай Так, тихо Тихо 10700, да? 10700, 10800 Вот все хорошо За 36 дней Вот дюрочки Это кабасика Кабасика нам заказывали Да Вот так Что домой? Домой пошли Так, друзья Ситуация в следующем Я думал Каштана заберу Покрывать Машку А в Машке я забрал Четырех поросат У нее было девять Четырех приехали Купили Осталось пять И она загуляла Медведь с этими Коти поросатами И короче Ждем следующей главу Поэтому я ка перегоню Где были поросята Маленькие И делаю тут калитку Каштаник Пошли Пошли Давай Пошли 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 Вообще не попутала Не попутала Не это Не вот это То же самое Я сейчас к ней зайду Рыжка Вот Это забрали поросят И покрыли ее И на матках Но Я заметил Пудюркам Они не худают Когда Выкармливают порося Обычные белые Худают А эти нет Вот как была Огромная Такая и есть И та Так же сам Да Сколько тебе веса Ну килограмм Я думаю Килограмм 300 100% А эти поросят У меня спрашивали За этих поросят За вот этих Троишу осталось Они у меня На норме сидят 80% зерновой Группы И 20% Гороха И 3 кг Сутки На галку Давай Давай Рыжка Зашли Да Ты купил Та гурт А нет Хорошая девочка Вот так рыжульки А те У меня получается На норме сидят У меня этот сарай Не предназначен На от форум Поэтому сидят На норме Как и все Может быть Кого-то из них Оставлю На спинноманке Это все-таки Получается Дети Киевской генетики Может белую Оставлю Ну то есть Посмотрю Мне спешить Некуда У меня сейчас На мясо много Есть Эти думаю Пускай уже В последнюю очередь Пойдут Так Каштан Каштаном Надо что-то делать Пошли Каштан Пошли 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 Каштан Пошли Давай Каштан Туда Туда Не 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 Вот друзья Мы Маним его Выманим Путем Реформ Ну сколько В каштане Ну я думаю Тоже не меньше 205 Десяти Давай Пошли Туда Давай Давай Пошли Давай Сейчас мы Начнем делать Стартовый корм Для поросят Как я делаю Поросят У меня Хорошо едет Предстарт Сам Предстарт Я Дроблю Тоже То есть Гранулы Я не пользуюсь Я вообще Категорически Противник Гранул Вот Предстартовый корм Я его перебиваю В манку Ну пропускаю Весь через Крупоружку Они лучше едят И начинают у меня Его употреблять Грубо говоря С 10 дня Бывали случаи И с 9 Восьмого Уже начинали Что-то там Нюхать Что-то Предстарт Я дроблю Они у меня Хорошо едят Предстарт Свиноматку Я кормлю кормом Со стартовым Они со свиноматкой Едят Я сейчас Делаю Корм уже Для этих Поросят Которых я Забрал От свиноматки И Начну Подмешивать В предстарт Потихоньку Потихоньку И дня За 4 За 5 Перейдем Полностью На стартовый Корм Стартовый Корм БМВД Водолага Старт 25% И рекомендую Рекомендуется Заводом Там где мы Производим БМВД Рекомендуется БМВД 25% Кукурузы 25% Пшеницы 25% Ячмень 25% Но я Ячмень Вообще не даю Маленьким Когда после отъема Хотя у меня Сейчас есть Ячмень Там пару бочек Но я его Не даю Пока Вот это Забрал И холодственноматки Я потом Уже после Там 2 месяцев Начинаю Давать То есть я сейчас Дам Кукурузу Пшеницу И Стартовый Корм Белково-витаминов Минеральную Добавку Водолагу Делаем так Я сейчас Чтобы было Понятно Всем Я сделаю 20 Ну грубо говоря 20 Килограмм Стартового Корма Я беру Если Следовать Рецептуре Заводской Надо все По 1 четвертой То есть 1 четвертую Пшеницы 1 четвертую Ячменя 1 четвертую Кукурузы 1 четвертую Старта Я делаю Сейчас 50% Пшеничной Группы То есть Делаю Сейчас Бросаю 10 килограмм Дробленки Пшеницы Я думаю Вам так Будет Просто Понятней Так 8,4 Полтора Килограмма Вот 10 Килограмм Шеницы Засыпаем В Бетонный Шаутер Нули 5 килограмм Кукурузы Почему я не даю Маленьким Боросянам Ячмень Потому что Там вот эти Устюки За устюков Я считаю Мое мнение Оно Раздражает Раздражает Пищевой Тракт То есть Желудки Поэтому Ну я Не даю Короче Ячмень 5 килограмм Кукурузы Кукурузы У нас уже Общей Ветовой Группы 15 Килограмм И Мне сейчас По идее Надо дать БМВТ Стартер Тоже 5 килограмм По идее По заводским Нормативам Тоже 5 килограмм Но я Не даю 5 килограмм Я даю Только 3 килограмма То есть 2 килограмма Я не додаю Ну нормально Они идут Хорошо идут Но зато У них нет Не отечет Ну и Поносов Как бы В основном Нету Может Стрельнуть Ну Не было Последнее 3 килограмма Стартового БМВД Так Оп Вот так 3 килограмма 40 грамм 3 килограмма 40 грамм И все У меня получилось 18 килограмм Готового Корма 18 килограмм Я не додал 2 килограмма Именно БМВД Стартового Чтобы не было Никаких Ой мама Рятуйте Поэтому Я как бы Перестраховываюсь И даю меньше Насчет Гранулы Стас Как ты смотришь На гранулу На гранулирование На гранулирование Кормов Скажу свое мнение Никак Это все Если собаке Девать нечего Она Кое что Облизывает Объясню почему Я Наоборот Все гранулированное Для поросят Я его пропускаю Через Крепороску Мне гранула Не нужна И даром Говорят На гранулированной Корма Меньше Пыли И они Меньше Вдыхают Эту пыль Легкие Не забиваются У них А так Забиваются Легкие Если не гранулы Дыхательные пути Забиваются Друзья Уже Ни один десяток Пустили на мясо Ни один десяток И все легкие Я пересматривал Все дыхательные пути Пересматривал Легкие Надувал Специально Сколько варили Ели Ничего там не забито Это сколько Уже десятков Мы пустили на мясо Ничего не забито Никакие дыхательные пути Легкие в том числе То есть нормально Если вы хотите Избежать самой Пыли Пыли в сарае И то есть Чтобы они не так Дышали этой пылью Добавляйте В обычную Дробленку Ну вот такую Осадок Из подсолнечного масла То есть осадок Из олиги Фуз Называется Ну по нашему По народному Осадок Осадка Стакан Вот сейчас бы Стакан У меня был бы осадок Я стакан бы сюда Лейну Ну только не маленьким Там уже Чуть дальше даю И нету никакой пыли Никогда не едят Никогда не ее нюхают Никогда насыпаешь Пыли нету От того Что если добавлять Осадок Из подсолнечного масла Поэтому Насчет гранулы Я Ну я противник Я противник Я у себя Однозначно Никогда Гранулировать Не буду корма Корма Гранулирует Ну кто Ну к примеру Барыга Если бы я допустим Торговал бы И сдаму кормом И вот сейчас я наколочу Наберу в ведро Хороший Стартовый корм И скажу На купи у меня Стартовый корм Ты посмотришь Это обычная дробленка Что ты мне типа Обуваешь А если я это Погранулирую Сделаю хороший Товарный вид Ты посмотришь Гранулки Ооо другое дело А в гранулках Там уже можно туда И все отходы мешать То есть все что такое Не сильно хорошее В гранулы Закатал И продал Имеет хороший Хороший Визуальный вид Ну товарный вид То есть дробленку В мешке Вот это Если я сейчас переколочу В мешке Ты у меня не купишь А если я это все Закатаю в гранулу И какая разница Повредило оно там Всем этим добавкам Микро Макроэлементам Или нет То есть никто же Этим не интересуется От температуры Самое главное Гранулка есть Есть Мешочек засыпал Бумажняный Зашил Пожалуйста Прошу любить и жаловать Другое дело Если на заводе На заводе Там совсем другие Обработки Поэтому Заводское Есть заводское А домашнее Есть домашнее Поэтому Кто задается вопросом Гранулятор Брать или нет Мое мнение Ну сугубо Мое мнение У вас может быть Другое мнение Однозначно Окончательно И бесповоротно И бесповоротно Не брать Он и даром Не нужен Если вы Решили продавать Для бролера Там Для Поросят Гровер Финиш То есть Готовый Грануле Да Берите Занимайтесь Открывайте Листа Думаю Ответил Какой-то Еще вопрос Сегодня Мне задали И забыл Какой Хотел Ответить На него То есть Вот Вот этот У меня Вот это Что я Сделал Сейчас Я расколочу И Буду Подмешивать Поросятам С Пред Старт Они сейчас Едят Пред Старт И я По чуть-чуть Начну мешать И дней За пять Перейду Уже Полноценно На Этот Корм И Так же Само Добавку Чуть-чуть Добавлять 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 Но я Там Смотрю По факту У меня Нету Сколько дней Конкретно Кормить Вот таким А потом Я смотрю Нормальные Идут Все хорошо И по чуть-чуть Добавляй Так самое И вам Советую То есть На мешку Написано Двадцать пять Процентов Добавляй Но я Не добавляю Я не Добавляю И не Жалею Что я Не добавляю Может Они не набирают На старте Сколько веса Сколько надо Но зато У меня Сердце Спокойное Я Не переживаю Что случится Или отечка Или сейчас Начнутся У них Поносы И так дальше Поэтому Как бы Лучше Как лучше Я уже Не один А порос И я Для себя Много чего Увидел Принял решение Делать так И я делаю И так Предстарт Дроблю Все Дроблю Мешаю И отлично У меня Предстарт Поросята Едят Уже Со свиноматкой Очень хорошо И едят Ее Корм И поносов Нету Поэтому Вот это Я сейчас Забрал Они Полноценно Едят Вы видели Как они Прям Хватают Корм Это Хорошо Они И сейчас Потихоньку Потихоньку И так Перейдем А также Насчет Экструдированного Корма Спрашивали Насчет Экструдированного Корма Вообще Я вам Сказать Ничего Не могу Так как Никогда Не пользовался И не делал Никогда Экструдированный Корм Поэтому Как бы В этом Вопросе Я вам Не советчик В экструдированном Корме Кто Экструдирует Ну Понятно Кто Экструдирует Да Хорошо Наверное Оно Перемешалось В бетонной мешалке Я просто Ну Как бы Для себя Наверное Оно Не тяжело Лопатой Чуть-чуть Его Вбодрить И вот Так И вот У меня Готово Я потом Беру Насыпаю Вот такая У меня Посудина Есть Беру Лайв Лайв Хакерский Ковшик И вот Насыпаю И отсюда Беру По чуть-чуть Вот так И подмешиваю И отношу Насыпаю Насыпаю Сразу Не так Что Вдоволь Они Сколько Хотят Сколько Едят Раза Два Три В день Сходил Насыпал И так Дня Три Четыре Понемногу Сыплю Потому Как Лучше Как Лучше Примерсом Я Не пользуюсь Никогда Не пользовался Поэтому Я все время Белковые Витамины Не добавлю А может Быть Когда-то В будущем И начнут Я и планировал В этом году Суи набрать Она Недалеко От нас Была По По Одиннадцать Или по Двенадцать За килограмм Но я хотел И так И не взял Все И для того Чтобы запах Не выходил Вот так Накрыл И вот У меня Предстарт А вот Старт Порося Там буду Нести Допустим Там Три Ковшика Вот Таких Да Два Три И вот Два Насыплю Предстарта Пол Ковшика Старта И потом Уже Два Предстарта Ковшик Старта И так По чуть-чуть И перейдем Полностью На Старта У меня Предстарта Глуба Ремешок Дробленый То есть Хватит Еще На один Выводок Еще На один Опоров Сейчас Жду Опоров И хватит Туда То есть Предстарта Много Не уходит Ну Вот Так Думаю На все Вопросы Ответил Рассказал Свое Мнение То есть Там Тех Кто Меня Сильно Любит В скобках Не осуждайте Строго У вас Свое Мнение И у меня Свое И эти Сказки Андерсона Уже Видел Слышал Ну Делаю Как Знаю И проблем Никаких Пока